Вот вам десятка забытых фильмов с Арнольдом Шварценеггером. И даже у такого знаменитого артиста и культуриста имеются такие фильмы. Ставьте лайки и мы начинаем! Геркулес в Нью-Йорке, 70-й год. Это американский фантастический боевик-комедия от режиссера Артура Алана Зайдельмана. Зевс отправляет Геркулеса на землю, в город под названием Нью-Йорк. Там он попадает в разные глупые ситуации и от этого боги хотят забрать Геркулеса обратно. Сделать это сложно и Немезито травит Геркулеса специальным ядом, от которого он теряет свои силы. Тогда-то Геркулес и проигрывает соревнования силачей. Также Геркулес сталкивается с гангстерами. И уж без своей божественной силы ему точно не справиться. А что было дальше, лучше бы вам посмотреть самим. Это первая роль Арнольда Шварценеггера в кино. В фильме у Арнольда псевдоним. Вместо фамилии Шварценеггер он использовал фамилию Стронг. Так как продюсеры посчитали его настоящую фамилию слишком сложной. Изначально из-за сильного австрийского акцента героя переозвучивали. В последствии, когда актер достиг большой популярности, была выпущена оригинальная версия звуковой дорожки. Сам Арнольд считает этот фильм настолько ужасным, что даже предложил федеральным службам США использовать его для пытки преступников. Конечно же, здесь есть довольно глупые моменты. Никогда не забуду, как Арнольд боролся здесь с медведем. Это выглядело даже хуже, чем первые фильмы про Годзиллу, когда тот пытался танцевать и прыгать на хвосте. Походу, актер, игравший медведя, даже не пытался скрыть, что это переодетый человек, а скорее даже наоборот. Он махал руками и неубедительно боролся. Сам Арнольд также выглядит глупо, когда почти в каждой сцене пытается выпитить свои мускулы и потрясти сиськами. От всего этого получилась настоящая комедия, но юмор здесь берется не из шуток, а из-за дурацких действий в каждой сцене. Тем не менее, Арнольду надо было с чего-то начинать. К тому же Джо Уэйдер посоветовал киношникам именно Арнольда, сказав, что тот играл Гамлета в Лондоне. В общем, протолкнул паренька. Думаешь, я смешной? Но ты сам признаешь, что когда ты это делаешь, ты похож на какой-то большой обезьяну или что-то вроде. Улицы Сан-Франциско. Сериал 72-77 годов. Пара детективов в штатском. Лейтенант Майк Стоун и инспектор Стив Келлер путешествуют по улицам Сан-Франциско, расследуя различные преступления, которые обычно связаны с убийствами. Стоун, закаленный улицами ветеран, проработавший в полиции 20 лет. А Келлер это новичок, совсем недавно окончивший колледж. В главных ролях снялись Карл Молден и Майкл Дуглас. Дуглас покинул сериал в начале последнего сезона и его заменил Ричард Хэтч. Весьма неожиданно, но в этом сериале также снялся Арнольд Шварценеггер. В одной серии он играет культуриста, которого очень разозлила подруга. И тот тряханул ее пару раз, так что она не смогла оклематься. Он уходит, но в газете видит, что девчонка действительно умерла. Герой Арнольда раскаивается, прячется от полиции, но детективы все равно должны его найти. Если сам сериал был у всех на слуху, то именно серия с Арнольдом, конечно же, быстро забылась. Возможно, это и к лучшему, ведь такое амплуа Арнольду точно не идет. Но ведь это было только начало. Так слегка мелькнул и подзаработал чуть-чуть денег. После Геркулеса в Нью-Йорке уже гораздо лучше. Хотя нет, в Геркулесе он хотя бы главный герой. Счастливая годовщина и разлука, 1974 год. Норма и Майкольм – супружеская пара средних лет, которая переживает кризис среднего возраста. Оба решают расстаться и начать свою жизнь заново, вдали друг от друга. Однако проблемы возникают, как только они обнаруживают, что уже не так молоды, как раньше. Но где-то в глубине души они все-таки любят друг друга. Поэтому и ругаются, и постоянно пытаются друг друга задеть. Море комических ситуаций и забавные диалоги делают это телевизионное шоу вполне смотрибельным. Тем более, что в эпизоде здесь снялся Арнольд Шварценеггер. Он все так же в прекрасной физической форме и сыграл массажиста Рико. Норма вызывает его, чтобы тот делал массаж, но больше, конечно, чтобы позлить Майкольма. И это ей вполне себе удается. Рико из Италии рассказывает, что на родине он водил трак, а также утверждает, что каждый мужчина в Риме должен уметь делать массаж. Мало того, что Арнольд должен был избавиться от немецкого акцента, так он должен был еще говорить итальянским выражением. И мне кажется, здесь у него все получилось. Уверен, что этот фильм вы бы никогда и не вспомнили, если бы не эта подборка с Арнольдом. Оставаясь голодным, 1976 год. В главных ролях Джефф Бриджес, Салли Филд и Арнольд Шварценеггер. Также здесь появится Роберт Ингланд, сыгравший Фредди в «Кошмаре на улице Вязов». Фильм режиссера Боба Рафельсона по сценарию Чарльза Гейнса, адаптированный по его одноименному роману. В центре сюжета молодой отпрыск из Бирмингема, штата Алабама, которого сыграл Джефф Бриджес. Он оказывается вовлеченным в сомнительную сделку с недвижимостью. Чтобы сделка состоялась, ему нужно купить здание спортзала. Он начинает романтически интересоваться секретаршей спортзала Салли Филд. И увлекается беззаботным образом жизни австрийского бодибилдера Джо Санто, которого и сыграл Арнольд Шварценеггер. Джо Санто в это время готовится к конкурсу «Мистер Вселенная». Это первая крупная удача Арнольда в кинематографе. Потому что за этот фильм он получил «Золотой глобус» за лучший актерский дебют. Странно, но это была уже далеко не первая роль. Он сыграл Геркулеса в Нью-Йорке, приспешника Гангстера в «Долгом прощании» и массажиста Рико. Как выдают «Золотые глобусы» теперь становится совсем непонятно. Но карьера Арнольда от этого все лучше идет вверх. Да заодно еще и пропаганда культуризма. А ведь на нем в те годы уже зарабатывали деньги. «Бездельники из Сан-Педро» сериал 1977 года. В нем тоже сыграл Арнольд. Но в маленьком эпизоде история рассказывает о пяти беззаботных молодых людях, которым чуть за 20 и они дружили со средней школы. Герои обнаруживают заброшенную лодку в гавани Сан-Педро. Они залезают в нее и называют ее нашей лодкой. И теперь уже используют ее как свой плавучий дом. В общем, получается комедийный ситком по типу друзей, но из 70-х. «Бездельники из Сан-Педро» имел всего лишь один сезон и состоял из 11 серий. Так вот, как раз в 10 серии и сыграл Арнольд Шварценеггер. Он играет все того же мускулистого парня. И у него здесь совсем небольшая роль. И это после «Оставаясь голодным», в котором он уже начал блистать. «Долгое прощание», 73-й год. Фильм режиссера Роберта Олтмана в главной роли Элиот Гулт. Арнольд же здесь играет совсем маленькую роль охранника Громилы в офисе. Роль настолько мелкая, что его даже не указали в титрах. Тем не менее, он там присутствует. «Долгое прощание» — это американский сатирический неонуарный фильм, снятый по роману Реймонда Чандлера, написанного в 1953 году. Действие этой истории было перенесено из 40-х в 70-е годы. Сюжет рассказывает историю Филиппа Мерлоу, который ночью выходит за кормом для своей кошки. Но после того, как возвращается домой, обнаруживает близкого друга Терри Ленокса. Ленокс просит отвезти Мерлоу в Тихуану. И чего-то недоговаривая, тот заявляет, что у него небольшие неприятности с женой. По возвращению из Мексики, главного героя берут двое полицейских, арестовывают и во время допроса Мерлоу узнает, что жену Терри Ленокса кто-то убил. Возможно, сам Ленокс. На третий день Филиппа Мерлоу освобождают из полиции, заявляя, что дело закрыто, поскольку Терри Ленокс мертв. Главный герой должен распутать этот клубок, какая бы мафия за этим не стояла. Как уже говорилось ранее, в фильме есть некредитованное появление Арнольда Шварценеггера. Здесь он изображает все того же амбала, но теперь он отрастил забавные усики. И его все так же заставляют раздеваться до пояса, чтобы он потряс своими мускулами, словно ему больше нечем их потрясти. Мусорная охота, 79-й год. Американский комедийный фильм с большим актерским составом. Всех называть не буду, но скажу, что здесь будет камео. Арнольда Шварценеггера, Винсента Прайса и американского певца Майкла Ли Адей. Эксцентричный изобретатель игр, Милтон Паркер, которого сыграл Винсент Прайс, умирает после проигрыша. Сразу же появляются жадные родственники и хотят услышать оглашение завещания. Адвокат Паркера сообщает всем, что они вступают в игру за наследство. Тот, кто победит, тот и получит все. Каждой группе выдается список содержащих подсказок для приобретения 100 предметов с различным количеством очков. Единственное, но предметы нельзя покупать. И в конце концов, они должны быть размещены на территории поместья. Кто управится первым и соберет большее количество этого мусора, тот и выиграл. Вот такой был странный этот дядька Милтон Паркер. Теперь по Арнольду. Здесь у него маленькая роль тренера в спортзале. Один родственник попадает к нему в спортзал, и тренер Арнольд, почти не слушая героя, начинает его тренировать. Да до такой степени, пока тот изможденный не выпадает в окно. Выглядит это все комично, но, собственно, для такой комедии самое то. Здесь Арнольд все еще далеко не отходит от бодибилдинга. И все еще не звезда голливудского масштаба. Кактус Джек, 79-й год. Американское название фильма «Злодей». Это комедийный вестерн, где в главной роли снялся Кирк Дуглас. Арнольд же играет роль второго плана. Сам фильм является пародией на многочисленные штампы жанра вестерн. Обворожительная девушка из маленького городка отправляется в соседний город забрать из банка крупную сумму денег. Сопровождать ее должен благородный ковбой, красавчик Стрэнджер. Его-то и сыграет Арнольд Шварценеггер. А негодяй Джек Кактус собирается эти деньги украсть. По поручению нечистого на руку директора банка. Но банкир забыл одно. Грабитель Кактус. Патологический неудачник. Которому в принципе не удалось еще ни одно дело. Но об этом никто не должен знать. Ведь ситуации бывают разные. Вся эта история напоминает мультики Ворнер Бразерс. Где хитрый койот бегает за дорожным бегуном. Такие же нелепые ситуации И шутки в стиле Том и Джерри. Фильм провалился в прокате. И критики тоже остались не очень-то довольны. Хотя по прошествию времени понимаешь, Что фильм исполнен в редком жанре. И в наши дни смотреть его одно удовольствие. Ведь все новое это хорошо забытое старое. И такой вот престарелый юмор 70-х Может оказаться для вас Чем-то очень освежающим. История Джейн Мэнсфилд. 80-й год. В главных ролях Лони Андерсон и Арнольд Шварценеггер. Чувствуете, как с годами постепенно Арнольд набирал высоту. Как в кассовости фильмов, Так и приближение к главным ролям. Фильм рассказывает историю Джейн Мэнсфилд. Американской киноактрисы. Так же как Мэрлин Монро, Мэнсфилд была секс-символом 50-х. Она сумела добиться успеха в Голливуде. Стала обладательницей нескольких театральных наград. Появлялась в журнале Playboy. И вообще быстрыми темпами шла к успеху. Арнольд же играет ее мужа, Микки. Он являлся бодибилдером в те годы. История Джейн Мэнсфилд показывает всю жизнь героини. А также ее трагическую гибель. Автомобильная катастрофа оборвала ее жизнь. В 34 года. И здесь можно сказать, что Арнольд сыграл свою первую драматическую роль. А дальше будет Конан Варвар и Большая Слава. Возмещение ущерба 2001 год. Арнольд Шварценеггер здесь играет Гордона Брюэра. Американского пожарного, который попадает в ужасную ситуацию. Террористы взрывают бомбу у консульства Колумбии. Где Гордона дожидались жена и сын. Они мгновенно погибают. Прямо на глазах у главного героя. У Гордона Брюэра не остается ничего, кроме желания мести. Власти страны говорят, что они расследуют это дело и найдут преступников. Но Гордон понимает, что это все чепуха. И заняться возмещением невозместимого ущерба ему придется самому. Он перебирается через границу нелегально. Теряет документы и начинает охоту на человека, которого подозревают в этом взрыве. Сюжет для боевика вполне себе вменяемый. Но все-таки в этой картине что-то пошло не так. Во-первых, фильм не окупился. Шел 2001 год и картина была перенесена из-за атаки 11 сентября. И даже одна сцена с захватом самолета была вырезана. Зрители также очень прохладно встретили этот фильм. Критики не отметили ни динамическое развитие событий, ни феерический экшен и отругали за очень слабую игру актеров. Хотя их снималось много и большинство вполне себе интересны. Например, Джон Туртура или Элай Скоттис. Как по мне, так это вполне нормальный боевик. В 90-х почти такие мы разбирали на цитаты. Но в 2000-х все изменилось. И за ростом всегда приходит спад. И конечно же, теперь возмещение ущерба это не самый популярный фильм. Если вы знаете другой, более забытый фильм Арнольда, вы можете написать его в комментариях. А эта десятка подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно.